Начальный кампус предлагает максимум усилий, чтобы подготовить ребят к учебе в Китае. Помимо занятий китайским, им также доступен онлайн-курс по культуре и истории Китая. Кстати, эти вопросы еще включаются в всякие Олимпиады в России. Поэтому у нас ребята, когда их проходят, потом просто нам с благодарностью приходят, говорят, классно, мы готовились, занимались, и на Олимпиаде попался. Также у нас еще ребятам из профильного класса доступны занятия с носителем и профессиональной ориентации перед выбором вуза, и еще очень много всего, просто не успею рассказать. Я сейчас благодарю всех слушателей. На этом выступление заканчиваем, но вы не отключайтесь, потому что передаю микрофон выпускнице профильного класса CCN Шишкова Алиса. Она расскажет, как ее прошло обучение в Москве и как у нее дела сейчас. Алиса, прошу тебе слово. Здравствуйте, меня зовут Алиса. Я являюсь выпускницей профильного класса CCN в Москве. Я бы хотела поделиться своим опытом обучения в профильном классе и рассказать немножко о своих переживаниях, которые у меня были в то время, когда я туда поступала. И первый вопрос, наверное, который волновал и меня, и моих родителей, это правда ли можно выучить китайский язык за два года. Потому что я пришла в профильный класс с нулевым уровнем знания языка. То есть на китайском я могла сказать, ну, максимум, наверное, нихао. И все, на этом мои знания на китайском заканчивались. Но, как видите, все возможно. Я сдала HSK, поступила в хороший вуз. И, наверное, к такому уровню знания языка я пришла и, во-первых, благодаря учителям и их методике преподавания. Потому что мы учили грамматику, новые слова, читали тексты, слушали музыку, смотрели фильмы на китайском. И все это проходило в какой-то интерактивном формате. То есть это была не монотонная изобрежка материала, а вот именно как-то нас заинтересовали во всем этом процессе обучения. И это для меня было огромным плюсом, потому что я очень боялась, так как у нас всего два года, чтобы выучить большой объем материала. Я очень боялась, что я быстро к этому перегорю. Но так можно заметить, что все хорошо, и учителя нам в этом помогали. Также, я думаю, что большое влияние на наш процесс в языке оказало окружение. Потому что в профильном классе мы все объединены одной общей целью, это выучить язык и поступить в Китай. И поэтому мы часто вместе с наклассниками решали HSK, обсуждали домашнюю работу, помогали друг другу. Потому что у нас у всех был разный уровень языка и разные способности к изучению языка. Поэтому мы все время старались друг друга как-то поддержать. И вот так мы все сдали HSK, сдали ЕГЭ и поступили в вузы, которые хотели. Ну, там будет человек. Хорошо, спасибо большое, Алиса. А ты не могла бы еще немного рассказать о своем учебе в китайском вузе? Ты сейчас, получается, на первом курсе, правильно? Да, я на первом курсе бакалавриата в Шанхайском университете на специальности «Новая медиа». Сейчас моя учеба стоит… у меня сейчас в моем учебном плане предметы делятся на два типа. Это предметы с иностранными студентами и предметы с китайцами. На предметах с иностранными студентами моей базовой лексики по разным темам на китайском языке мне вполне хватает, чтобы понимать преподавателей, понимать материал, делать домашнюю работу. На предметах с китайцами немножко посложнее, потому что учителя более заточены уже под китайских студентов, и они так не разжевывают материал и разные темы, как они это делают для иностранных студентов. Но, в принципе, мне нравятся сложности, которые у меня возникают, они решаемы, и я стараюсь как-то сбалансировать учебу, и у меня вроде бы все пока что получается. Хорошо, спасибо большое. Нам это очень приятно слышать, отрадно. Алиса, может быть, ты общаешься еще со своими бывшими одноклассниками, я знаю, они поступили тоже в разные вузы Китая, как у них дела? Ну, да, я общаюсь со многими ребятами, которые поступили на совершенно разные специальности, в разные университеты, разные города. Кому-то дается чуть сложнее, потому что у них там есть и математика, и экономика, кому-то чуть легче, потому что у них только китайский, кто поступал там на преподавание китайского языка как иностранного. Ну, вроде бы всем все нравится, все довольны. Все изучают то, что они хотели изучать, все поступили в те университеты, в которые хотели поступить, и вроде бы все довольны. Да, спасибо огромное, Алиса. Алиса у нас находится сейчас в Шанхае, и она рассказывает о своей жизни и учебе в запрещенной соцсети, поэтому, если кому-то интересно, можете тоже ее попробовать найти там, Алиса, если захочешь, можешь в чате написать свой аккаунт в Зуме, чтобы люди могли посмотреть. Спасибо.